Экс-сотрудник МММ, а ныне глава псевдореспублики, приехал в гости к псевдопрезиденту. Звучит как начало веселого анекдота, но нет. На днях Денис Пушилин не в анекдоте, а наяву приехал в белорусский город Брест. Приезд Пушилина в Брест, душилино, это абсолютнейший фарс, как и все, что происходит на данный момент в Беларуси. Приехал этот недоглава возложить цветы к вечному огню мемориала Брестской крепости. И, конечно же, в очередной раз повторить российскую мантру об украинских нацистах. Драматичные события лета 1941 года наводят на параллели с тем, что происходит сейчас в Донбассе. Нам, как тогда защитникам Бреста, первыми пришлось столкнуться с кровожадным и циничным напором нацизма. От однообразных обвинений в нацизме уже и в Кремле никто не похвалит. Поэтому на нацистах Пушилин не остановился. Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми. Киев, Чернигов, Днепр, Харьков, Луцк. Киев основан русскими. Похоже, что не только Путин не умеет пользоваться интернетом. Иначе Пушилин видел бы это. Ну или же хотя бы знал о перспективах их совместного похода из уст усатого картографа. Я уверен, военные снесут голову любому. Украинские военные. Я не говорю там нацики, не нацики. Слушайте, это вопрос философский. Военные украины снесут голову любому. Помимо явных проблем с историей и восприятием реальности, у Дениса еще и проблемы с самоидентификацией. Визит в Брест состоялся. Фотографии нагелали уйму. Вот только визит в качестве кого? Ведь так называемые ДНР и ЛНР даже Лукашенко официально не признавал. Он может говорить любые речевые сентенции, как мы работаем с Крымом, как мы любим Крым, какие там прекрасные российские бизнесмены, все что угодно. Но на официальном уровне администрация Лукашенко до сих пор это не признала. То же самое будет с так зваными ЛНР-ДНР. Официального признания нету. С Пушилиным Лукашенко так и не встретился. Вот и получается, что даже псевдопрезидент ни во что не ставит главу псевдореспублики. И весь этот фарс или не очень смешной анекдот, если хотите, рассчитан лишь на внутреннего зрителя. И вообще все то, что сегодня происходит в Беларуси, это же все, в общем-то, звенья одной цепи. Так как Лукашенко не признал. Но вот у нас же в Бресте, вот Пушилин, вот он заявляет, пождать украинские города. Да, вот, соответственно, это должно показать не слишком далекому россиянину о том, что Минск наш, Брест наш и вообще все это наше. Как итог, визит Дениса Пушилина в Беларусь – это лишь очередная кремлевская сценка. Такой себе этюдик, в главных ролях которого уже изрядно надоевшая марионетка. Дениса Пушилина в Беларусь – это лишь очередная кремлевская сценка.